Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Мне нравится тенденция в отношении визуального редактора конструктора страниц, конструктора интернет-магазинов под названием Gridbox. Gridbox для Joomla. Разработчики стали действовать в сторону улучшения, добавления новых опций в тот функционал, который уже заложен в Gridbox. По многочисленным просьбам подписчиков компании Belboa, также и моим просьбам, разработчики стали серьезно улучшать конструктор страниц Gridbox. Меня зовут Федор Васильев, и давайте в этом видео посмотрим, что на борту сегодня в Gridbox. Давайте взглянем на обновление Gridbox на моем тестовом сайте на Joomla 4. Убедитесь в том, что у вас установлена на момент записи видео актуальная версия. Это 2.12.15. Первое, что они улучшили – это меню. У меня есть тестовое меню. Давайте временно здесь я выберу макет «Боковая колонка». Зайду в сам меню, плагин меню, и выберу вертикальное отображение. Раньше подпункты меню отображались вот таким образом. Но они добавили очень важное изменение. Когда вы выбираете вертикальное меню, появляется новая опция. Мы можем здесь выбрать «Сворачиваемый список», и тогда получается вот такая красота. Маленькая стрелочка, по клику по которой у вас будет меню вниз плавно разворачиваться. Это очень крутая штука. Все ее давно ждали. Следующее обновление, которое коснулись также меню – это мобильное меню. Давайте здесь я выберу мобильное меню. По клику у нас выплывает такая стандартная для мобильных устройств «Боковая колонка». Давайте посмотрим, что здесь есть. Разработчики добавили выбор «Смена иконки» из списка иконок. Я возьму любую произвольную, чтобы просто показать, что теперь это доступно. Мало того, вы можете придать ей размер, больше-меньше, и также она вызывает меню. Также при открытии «Боковой панели» возможность управлять, менять размер и менять иконку, крестик, также ниже вот этой всплывающей плашки. То есть менять саму иконку и также управлять ее размером. Вы это видите. Это очень-очень круто. Также влиять на прозрачность, чтобы эта плашка сама была слегка прозрачной, если это нужно. И управление тенью, насыщенностью тени для боковой вот этой плашки. А также ширина самой плашки теперь тоже под вашим контролем. Следующее обновление коснулись поиска. В прошлом видео я показывал, какие были обновления, но этот поиск был не идеальным. Разработчики изменили алгоритмы поиска. Теперь поиск «Гритбокс» работает не хуже умного поиска самой Joomla.4. Следующее небольшое нововведение коснулись плагина для YouTube. Видео. Давайте посмотрим. Теперь при встраивании видео с YouTube на вашем сайте, у вас есть возможность отключить файлы cookie YouTube. Вот этим вот переключателем. Нажимаем. Файл cookie будет с YouTube удаляться на вашем сайте. Далее множество исправлений ошибок, с которыми вы сможете ознакомиться, на сайте разработчика компании Belbo. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц «Гритбокс» на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Субтитры сделал DimaTorzok